Ну что же, как и обещали, готовы передать слово нашей коллеге Надежде Семензяевой, ее юному гостю, который наверняка сейчас нам продемонстрирует какие-то сверхъестественные элементы фигурного катания. Ты вот какие помнишь? Тройной тулуп, а Георгий... А тройной аксель? Тоже, но, к сожалению, не умею. А вот Георгий Трубкин, что на ваших экранах сейчас, и, кстати, Надежда Семензяева непременно прокомментирует то, что он будет делать, и расскажет, конечно же, всю подробную информацию ей и слова. Ребят, красиво, не правда ли? Посмотрите, как все здорово. Вот этот элемент, который мы сейчас видим, называется волчок. Он невероятно изящен в исполнении Георгия Трубкина, нашей восходящей звездочкой, начинающей фигурного катания. А еще вот из его элементов я могу сказать, что где-то здесь есть кросс-ролл, где-то есть вальсовая тройка, где-то был волчок совсем недавно, вращения были, все что угодно было. Гоша, мне кажется, вот посмотрите внимательно на этого молодого человека, я думаю, скоро мы за него будем болеть и на универсиаде, и на Олимпиаде, даже и скоро всем красноярским краем будем гордиться. И вот сегодня Георгий Трубкин, наш гость, опробует каток на острове Татышев. Ему немного не повезло, потому что он как у нас, как первопроходец, все снегом засыпал, и каток не очень похож на каток. Но тем не менее Гоша героически это делает. Гоша, иди к нам, пожалуйста, и расскажи про качество льда, вот как профессиональный фигурист, как ты оцениваешь наш самый большой, самый крупный каток? Каток хороший, но снега очень много, это мешает кататься. А скажи, вот для профессионального катания все-таки подходит какой лед? Открытый или лед где-то на крытых площадках на стадионе? Это еще для какого профессионала. Так лучше всего закрытый лед, потому что сейчас падает в глаза снег, и он очень мешает. Гоша, я знаю, что тебе 10 лет сейчас, и ты уже многого достиг, у тебя уже второй спортивный разряд, ты уже очень серьезный фигурист, я такой маленький, уже и всю Россию даже успел покорить. Скажи, со сколько лет ты начал вообще, чья это идея, кто придумал? Началось с 4-х лет, идея была мамина, что сама каталась, но мне это очень нравится, потому что фигурное катание это красивый и развивающий вид спорта. Ага, Гоша, скажи, пожалуйста, все ли люди должны заниматься фигурным катанием, или это особенная склонность человека, или прям вот я, видишь, стою, вот даже не решилась выйти на лед, стою в сапогах, потому что я побоялась, что ты меня затмишь. А вот скажи, скажи, ты вот мне рекомендуешь встать на лед, почему и зачем, собственно? Ну, чтобы развивать силу, ну, чтобы встать на коньки сначала возле бортика встать, а тут бортов нет, так что здесь лучше уже кататься тем, кто уже умеет на коньках встать, делать самые легкие упражнения. Гоша, а давай мы у тебя, как у эксперта, сейчас немножечко спросим про, вот если на этот лед выйдут, а они, разумеется, выйдут, начинающие люди, значит, дети, возможно, будущие фигуристы, им с чего начинать? То есть, как им вести себя, какие движения делать элементарные? Можешь прямо тут на маленьком пятачке показать? Гоша, Гоша, это что было у нас? Это у нас были саночки. Это были саночки. А давай я проведу тебе эксперимент. Я дам микрофон тебе, и ты попробуешь сам объяснить, как делать твизу, и вот как преподаватель, как и с чего начинать самые, там, начинающие элементарные моменты. Ну, начинать нужно с самого элементарного. Сначала на двух ногах кататься, потом отталкиваться на одну ногу. Ты можешь прям немножечко подвигаться и... Сначала прям самое легкое, это просто так садиться. Потом уже начинать делать шаг-елочку, а потом уже вставать потихоньку на дуги. А после того, как встал на дуги, уже можно начинать вращаться. Гоша, покажи, пожалуйста, еще вот хочу спросить тебя про кумиров. Скажи, пожалуйста, на кого ты сейчас засматриваешься в российском фигурном катании, и кто, безусловно, кумиром является твоим? Алексей Ягудин. Хорошо. И вот покажи еще то, что ты умеешь совершенствовать, твой твизу, и расскажи, как его делать. Расскажи нам. Уж скоро заканчиво. Ну, делать нужно его осторожно и всегда быть прямым. Если ты согнутый, ты сразу упадешь. Гоша, нужно сесть, встать, подняться и закрутиться. Но сразу нельзя начинать с этого. Лучше сначала начинать с обычной бочки, а потом уже идти в продвижение. Гоша, это было невероятно. Очень красиво. У тебя получается настолько естественно и невероятно. Спасибо тебе огромное. Еще хочу сказать, что у Гоши сегодня очень серьезные соревнования. В три часа дня начинаются. Поэтому скресим все пальцы. Будем болеть за него. Гоша, что ты от соревнований хочешь? Какую награду скажи? Первое место. Первое. И будем болеть за его первое место. И на этой позитивной ноте, ребят, мы с вами попрощаемся совсем ненадолго. Ну что ж, большое спасибо. Да, действительно, я думаю, что многие наши телезрители вдохновились такими умениями молодого юного чемпиона потенциального. Вот Сергей точно уже говорил за кадром, что хочет встать на лед. По крайней мере, попробовать выйти в этом году. Да, потому что, знаешь, я давненько, последний раз, наверняка, в детстве это происходило. Ну, лет 10 точно я не стоял на коньках. Могу похвастать этим. На фигурных или даже на хоккейных не стоял? На хоккейных, по-моему, вообще не стоял. Только на фигурных пробовал. Ну, ты уникальный парень. На советских.